Всем привет, ребятки, с вами Flash. Это обзор Дивблога под названием The Team Update. Итак, поехали. Одна из главных новостей это то, что нам добавили систему, которая позволяет нам объединяться в команды и играть с еще большим комфортом. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Перед Дивблогом я записал коротенькое видео, пять минут, о том, как работает эта система. Наглядно все показано, поэтому, кому интересно, можете перейти и посмотреть. Больше же меня сейчас интересует о том, чем руководствовались разработчики, вводя эту систему, а они тут об этом и пишут. По умолчанию команды имеют размер максимум 8 человек, но владельцы серверов также могут полностью отключить эту систему. Как отмечают разработчики, что ввести эту систему решения достаточно спорное, кто-то против, типа испортили игру, кто-то наоборот за. Вот чем руководствовались разработчики. Чтобы на данный момент играть в Расте как команда, нужна отдельная программа для голосовой связи, ну и, конечно же, прыгать в самой игре, чтобы отличать свой не свой. Это, по их мнению, ну крайне глупо. Конечно, можно использовать скины, какую-то определенную одежду, но и это достаточно трудно все организовать, тем более кто-то играет вообще с отключенными скинами. Еще хуже дела обстоят, когда вы встречаете такого же мирного, как и вы, решаете куда-то пойти вместе и натыкаетесь на враждебную группу людей. Тогда вообще начинается путаница, вы мешкаете стрелять, не стрелять, свой не свой, понять не можете. И в итоге вас всех убивает и вы теряете весь свой лут. Поэтому Хелк надеется, что эта новая система приживется, он будет в ближайшие недели принимать всю конструктивную критику. В лучшем случае, эта система действительно портит игру и тогда ее разработчики просто-напросто удалят. В лучшем случае, она сделает игру комфортней. Далее нам добавили новый строительный объект. Это сторожевая башня, вы ее уже могли наблюдать на статичных карьерах. Теперь ее можно построить самому, поставить либо у себя где-то дома, либо использовать при каких-то пвп стычках. Вот так вот она выглядит. Стоимость у нее 2000 дерева, на 500 дерева немножко уменьшили. Стоимость изучения 75 металлолома. Крафтится она у верстака первого уровня. Найти ее можно в ящиках первого тира. Опять же, кто хочет увидеть более подробно, что это такое, то можете посмотреть мое видео, так и называется, «Сторожевая башня». Еще одна главная новость этого обновления, это, конечно же, отбойный молоток. Добывает он руду с какой-то дикой скоростью. Скрафтить его, к сожалению, нельзя, но его можно найти в ящиках, либо купить в мирном городе NPC. Чтобы каждый раз не покупать новый, этот отбойный молоток можно чинить на ремонтном верстаке. И, наконец-то, стало ясно, чем его заправлять. Не топливом низкого качества, а сжатым воздухом. По аналогии с баллоном для дайвинга. Мы просто подходим к верстаку и пополняем запас воздуха. Тоже есть более подробное видео на канале об этом молотке. Работать им просто сказка. В игру добавили компас. Находится он в верхней части экрана и указывает ваше направление по частям света. Многие игроки были против такого нововведения. Его можно отключить, либо вызвать по нажатию клавиши. Все это настраивается в настройках игры. Продолжается работа над пазлами. Конкретно новых каких-то пазлов не добавили. Сейчас идет работа над улучшением визуальной составляющей того, что есть. Вот, собственно, скриншот. Всевозможные переключатели. Особенно мне понравился переключатель с таймером. Конечно, уже выглядит совершенно по-другому. Продолжается работа над поддержкой пользовательских карт. Как мы знаем, уже первая версия SDK выпущена еще две недели назад. Уже появились первые редакторы. Конечно, очень сырые. Там еще не весь функционал. Андре нам обещает, что к следующим выходным сделает уже вторую версию SDK. И будем надеяться, что в ближайшее время появится уже более-менее нормальный редактор со всеми возможностями. Конечно, даже сейчас уже можно что-то создавать. Но, к моему мнению, это больше похоже над издевательством над игрой, чем на что-то более-менее нормальное. Диога решил плотно заняться улучшением воды. Оно и понятно. Лодки добавили. Теперь надо воду улучшить. Он, на самом деле, находится только в начале очень длинного пути. На данный момент он может только показать некие визуальные улучшения. В основном это касается пены. Ну, вот такой вот маленький видосик. Типа пена стала намного лучше. Также Диога сообщает, что получилось добиться серьезного повышения производительности в таком визуальном эффекте, как Ambient Occlusion. Аж на целых 30%. Он очень настоятельно советует его включать, потому что этот эффект добавляет глубину ко всем визуальным эффектам. Картинка становится более реалистичной. Вот вы можете это заметить. На видеокартах среднего диапазона, например, GTX 960, 1060+, или AMD R9 380, если вы включите этот параметр, то просадка будет всего лишь на 1-2 FPS при Full HD разрешении. Новый город бандитов. К сожалению, к этому патчу его завершить не успели, сообщает нам Демиан. Но есть и хорошие новости. К следующему патчу, так как впереди еще целый месяц, разработчики уже подготовят новые мини-биомы, болотистые, которые будут располагаться в наших основных биомах. Они будут раскиданы по карте, наподобие как замерзшие озера, и мы в них спокойно можем строиться. За этот месяц также была немного переделана визуальная составляющая города бандитов, и с нами делятся некоторыми скриншотами. Давайте посмотрим подробно. Очень мне нравится тут туман, супер атмосферно. Видно, что заменены текстуры вот на этом домике. Раньше были другие. Тут что-то вообще прям... То есть мы еще в будущем получим вот такие мини-болотистые биомы, которые будут разбросаны. Блин, ну супер. Мне кажется, многие будут выбирать именно там жить. Супер атмосферно, супер страшно. Этот туман, он, интересно, будет постоянный там. То есть всегда, вне зависимости от погоды, мостик. У меня место очень такое криповое получается. Вода постоянно. Тихо особо не пройдешь, постоянно будешь шлепать по этой воде сырость. Ух! Как сказал Дэмиан, город бандитов претерпевает визуальные изменения. И Томас как раз работает над тем, чтобы сделать его более живым, наполнить всякими разными вот такими предметами. И делится с нами своей работой. Диванчики, лучше бы не в город это добавляли, лучше бы это нам в дома добавляли такие диванчики мягкие, мусорные баки. То есть все это будет окружать город бандитов находиться там, как будто он вот-вот буквально недавно оставлен людьми, либо наоборот обитаем прямо сейчас. Также эти, естественно, работы будут потихоньку перекочевывать и на другие какие-то РТ. Далее Томас делится с нами работами, которые предшествовали появлению отбойного молотка в игре. Как он его делал. Также 3D моделька. Но мы это уже все в игре посмотрим. Также Томас обратил внимание на то, что C4, которую мы используем в игре, выглядит достаточно устаревшей. Потому что он ее сделал еще несколько лет назад. То есть она с того времени не менялась вообще никак. Поэтому он решил ее переделать. Теперь мы имеем вот такую прекрасную новую C4. Зеленоватый цвет теперь в прошлом. Теперь она имеет сероватый цвет, как и у взрывчатого вещества, с которого она, собственно, и делается. И обратил внимание на то, что у нас до сих пор нет модельки у антирационных таблеток, которые он тоже сделал. И надеется то, что они теперь будут очень удобно сидеть в нашей руке, когда будут нас лечить от радиации. Заканчивая Дивблок ПАЛ, который занимается искусственным интеллектом, он говорит то, что бросание оружия ближнего боя и разных предметов больше не будет сводить с ума ученых, которые находятся в мирном городе НПС. Количество ученых НПС, которые появляются возле куч с мусором, теперь работает корректно. Также теперь они больше не левитируют в воздухе, а ходят действительно приклеенными к земле. И ученые возле куч теперь опять стали враждебными, когда вы слишком близко подойдете к ним. И заканчивается наш Дивблок. В конце маленький ченжлок. Из интересного тут куча эксплойтов пофиксили. Пофикшен эксплойт, который позволял передавать вещи сквозь стены, используя стол для исследований, используя барбекю, конечно вообще. Исправлено, когда гантрап, спиннеры, светильники разрушались после улучшения стен или после их вращения. Исправлено, когда люди использовали торговые автоматы как двери. Вот на это хотелось бы посмотреть. Исправлен эксплойт с освещением. Кажется, это тот самый эксплойт, который я показывал в видео, когда вы видите в военных туннелях полностью как днем. Ну и в принципе все. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...